Владимир Чичирин. Делай, что хочешь и будь, что хочешь. Как достучаться до себя. Делай, что хочешь. Как расшифровать себя. Как найти свое призвание. Что и как по этому поводу говорят ваши нейроны. Как осознать, в чем собственная уникальность и чем она может быть полезна людям, чтобы за нее еще и захотели платить. Натуральный продукт. Без эзотерики, ГМО, искусственных красителей и без добавления сахара. Да поможет нам нейрофизиология, психология, маркетинг, менеджмент, инженерные технологии, история, режиссура, ошибки, достижения. Сотни людей и десятки компаний, которые на определенном этапе своего жизненного пути становились как моими клиентами, так и источником исследовательского вдохновения. И хочу выразить особую признательность ученым и мыслителям, которые так или иначе повлияли на мою нейронную сеть. Котлер, Юнг, Пиаже, Выгодский, Зейгарник, Лурия, Маслоу, Фрейд, Бром, Барс, Гейдж, Шульговский и многие другие, чьи книги попадали мне в руки. Часть первая. Психология призвания. Глава первая. О том, что вас тут ждет и к чему надо быть готовым, готовой. Я всегда восторгался людьми, одержимыми своим делом. Бизнесмены они или писатели, у которых горят глаза от самого процесса работы. Их успех регулярно выбивает из меня слезу восхищения и благодарности за то, что смогли. Ведь они делают мою жизнь богаче, интереснее и лучше. Я потребитель их безумных идей, мыслей или просто самого лучшего в мире хлеба. Не важно, что когда-то хозяйка маленькой пекарни была топ-менеджером крупной компании. Важно, что она обожает печь хлеб. И только это обожание делает его таким бесподобным. И только ее хлеб для меня больше, чем хлеб. Он каждое утро создает мой день. И это ее миссия. Не хлеб, а мои чувства. За возможность их испытать я и плачу. У меня тоже есть миссия. Я хочу делать мир интереснее. Потому что люблю интересно жить. Помогая реализовываться людям, я делаю интереснее и свою жизнь. А самый кайф, я нахожусь в центре событий. Вот почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь уже почти 30 лет. А вообще, я с детства мечтал быть военным. Ну, потому что рос в семье военного. Наверное. Не важно. Мечтал, в общем. Легко поступил в зенитно-ракетное, но уже на этапе сдачи вступительных экзаменов понял не то что-то. Чувства странные. Не хочу я в военной вообще. Совсем не хочу. Спроси меня тогда, почему. Так я не ответил бы. Это сейчас могу сказать что-то внятное и худо-бедно-рациональное. Типа, свободу люблю или не люблю беспрекословно выполнять приказы, не понимая их конечного смысла, или понимая, но сомневаясь в его верности. Как раз все то, что совершенно справедливо будет раздражать командование. Не мое это. Я бы там только мешался. Но я испугался просто развернуться и уйти. Испугался, что если сделаю это, то меня неправильно поймут дома, во дворе, моя девушка, учительница, взводной, поступающие и другие пацаны, которых я первый раз вижу. И, конечно, это будет предательство памяти бабушки. Поступил, в общем. Мучил себя полгода. Писал, рвал четыре рапорта с просьбой меня отчислить по любой причине. В пятый раз таки довел дело до конца. Подобным образом, только уже без особых терзаний и затягиваний с принятием решения, я поступал в своей жизни еще раза три. Пока. А там посмотрим. Но вот еще в тот период я решил. Никогда в своей жизни не буду заниматься тем, что мне не нравится. Осталось разобраться, а что же мне тогда нравится, если то, что мне как бы нравилось, теперь точно не нравится. А над запасными вариантами я как-то и не думал. Не было запасного варианта. Нужды в нем не было. Надо придумывать мечту с самого начала. Как выяснится потом, я по жизни буду играть без варианта B. Только уже с базовой подготовкой. Вариант B не нужен, если вариант А правильный. Не-не-не-не-не-не, не волнуйтесь, это не автобиографическая книга. И не прожизненный опыт. Это просто предыстория того, как и когда я, по сути, начал изучать вопрос предназначения. Не только своего, а в принципе, технологию. И ответы из области мистики, эзотерики и любого другого шаманства меня не удовлетворяли. Я материалист. При всем уважении меня интересуют доказательства. Ну или хоть логика, какая-никакая. Земная логика. И наука. Логика и наука. А дыры и сомнения всегда можно успеть залатать верой в ненаучное. Мне же хотелось эти дыры сделать как можно меньше, чтобы без мантр, заговоров и установок, чтобы по уму. Конечно, я понимал и понимаю, что изучать предназначения с позиций науки кажется примерно то же самое, что пытаться найти следы науки в любви. Но мы же знаем, что их там нашли. Что это химические процессы со своими закономерностями, последствиями и сроками. Мы знаем, что есть наука психология. Наука о душе. Со всеми атрибутами науки. Доказательствами, законами, исследованиями, статистикой. Признанием ее, в конце концов, учеными из других древних наук в качестве науки. Вот и я когда-то засучил рукава и поставил вопрос ребром. Есть ли у человека призвание или что-то подобное, что несет тот же смысл? Если есть, то как его можно определить и реализовать с максимальной вероятностью и результативностью? И вот я выделил три основные аспекта вопроса. Психологический, нейрофизиологический, маркетинговый. Не с философской точки зрения, а с объективно-научный. По такому принципу и построил повествование. Психологический – это подготовительный. Чтобы начать воспринимать информацию, надо сначала сдвинуть тектоническую плиту стереотипов. Получить дозу сомнений в привычных вопросах или дополнительные аргументы тем, кто уже какое-то время сомневался в однозначности устройства общества и социальных отношений. Дело в том, что некоторые положения этих отношений напрочь блокируют рациональный подход к вопросу самореализации. И либо уводят в область иррационального управления успешным успехом, либо припирают к стенке одним ответом на любой вопрос «надо пахать, а не языком молоть». Этой частью аудиокниги я хочу обратить внимание слушателей на те поведенческие паттерны, которым мы привыкли и следуем им часто на автомате. А они, в свою очередь, напрямую участвуют в процессе самореализации и далеко не так однозначны. Следующий раздел – нейрофизиологический. Здесь я постараюсь раскрыть физиологию процесса мышления и обозначу интересные противоречия между биологией мышления и сознанием. Через технологическую сторону работы нашего мозга мы с вами сможем убедиться в нелогичности вроде как бесспорных принципов достижения социальных успехов. Поговорим о недооцененном потенциале нашей нейронной информационной системы и методе его использования в целях достижения самореализации. Поднимем тему нашей уникальности, чем она обусловлена, как ее определяют на нейронном уровне и как преобразовать в самореализацию. В третьей части мы уже будем готовы к маркетингу призвания, как бы это ни звучало. Сам смысл призвания или самореализации в пользе от него людям. Так вот, там мы и обсудим, почему, во-первых, все, что сказано в первых двух частях, это единственный путь, позволяющий создавать действительно полезные уникальные творческие продукты, товары, услуги, сервисы для людей. Во-вторых, почему в основе бренда всегда лежит уникальность. И в-третьих, как понять, кому нужна эта ваша уникальность и как ее донести, не расплескав. В-третьих, как пазл, который сложился. Четвертая часть – это кейсы. Куда без них? Прежде чем занырнуть в эту аудиокнигу, я хочу сохранить время тем, кого интересует только успешный успех и как заработать миллион. Она не об этом. Она о том, как найти себя. А потом уже, как это монетизировать. Ее автор, вполне себе успешный маркетолог, занимаясь поиском уникальностей в людях и компаниях, убежден, что без первого деньги не приносят счастья, и бренды на таких построить невозможно по определению. Для лучшего понимания отличия этой книги от других, как бы об этом же, но с другим акцентом, нам необходимо на старте определиться с понятием успешность, самореализация и предназначение. Быстренько определимся с принципиальной разницей и поедем. Разница определяется автором. С ней лучше не спорить. Не тратить на это время, а просто учесть. Потому как это условно. Просто чтобы понятнее было все, что я тут накропал. И не было безумно больно, и так далее, и так далее. Официально эта разница в определениях с научным лингвистическим сообществом не согласована. А значит, за рамками аудиокниги каждый сам решит, что для него что. Мне же важно, чтобы нам было проще понять друг друга дальше. Чтобы донести суть, когда буду называть выгорание благом, волю злом, а результат всего лишь побочным эффектом более важного феномена – процесса. Популярные инструменты повышения личной эффективности инструментами, работающими против самой личности. В общем, эта аудиокнига не преследует цель подбросить угля в топку вашего паровоза, несущегося по рельсам достигаторства. Ее цель заставить задуматься, а потому ли пути я несусь, и как найти свой. Итак, успешность. Самое идиотское и лживое слово. Такое улыбчивое. В 32 фарфоровых зуба. И улыбаешься не ты, а твой босс. Ты, может, и пытаешься улыбаться, но это больше похоже на желание хоть как-то объяснить себе те жертвы, которые пришлось принести, и компенсировать их, питаясь чужой завистью. Очень скудная питательная среда для психики, надо сказать. Поэтому иногда можно добрать калории, вовлекая других в свой мир. Одному не так обидно. За этим словом есть деньги, и все. Никому этого недостаточно. Даже законченному мизантропу, эгоцентрику, садисту, никому. Только сумасшедшему. Реально съехавшему. Которого держит в привязанном к койке. Нет, я, конечно, не буду говорить, что деньги не важны, еще как важны. О них мы здесь и поговорим как о материальном критерии самореализации. Но их принципиально недостаточно для счастья. Только деньги способны привести человека лишь на подоконник пентхауса. В прямом или переносном смысле. Успешность, овации, признание – вещи хорошие. Но поверьте старому брендмейкеру, видавшему судьбу многих. Бывает так, что именно тогда, когда вроде бы всего достиг, больше всего их хочется завыть волком. Кажется, что-то подобное уже было сформулировано в фильме «Москва слезам не верит». Критерий успешности один. Его и возьмем как характеристику понятия. Работа полностью удовлетворяет ваши финансовые потребности. Есть понятие, которое принципиально отличается от успешности. Это предназначение. Но оно такое тяжеловесное, мистическое, такое недостижимое. А я так далек от мистики, что предлагаю все же использовать чаще слово «самореализация» и дать ему критерии предназначения. А предназначение не употреблять в суе повествование, только в моменты пафоса, когда мне нужно добавить эмоционального масштаба мысли. Оставим его мистическую составляющую и будем иметь в виду, что оно имеет те же критерии, что и самореализация, только в контексте недостижимой бесконечности и, так сказать, вселенско-божественной силы. Чисто для того, чтобы люди, погруженные уже в эти сферы, смогли в какой-то мере разделить с материалистами универсальность нижеизложенного подхода к пониманию области своего предназначения – самореализации. Критерии в самореализации и предназначения два. Используются вместе, по отдельности не работают. Работа полностью удовлетворяет ваши финансовые потребности. Работа вам приносит такое удовольствие, что вы занимались бы ей и бесплатно, если бы на это были время и средства. Прежде чем понять, как самореализоваться именно в предназначении, его надо найти. Правда, Кэп? Ну или хоть понять, где искать. Удивительно часто оно находится на поверхности, но его просто не замечают. В основном потому, что вообще не рассматривают в качестве работы и далеко не очевидно, чтобы оно когда-то было способно полностью удовлетворить ваши финансовые потребности. И тут чистой психологии никак не обойтись без знаний маркетинга. Учения о рынке и потребителе. Тут тоже сразу оговорюсь, так как хорошо представляю общественное мнение относительно маркетинга. То, что обычный обыватель считает маркетингом, им не является. Маркетинг – это не про то, как продать что-то ненужное. Это про то, как создать что-то нужное. Более четко разница и ее важность будут понятны в процессе. Повторим еще раз критерии самореализации. Работа полностью удовлетворяет ваши финансовые потребности. Работа вам приносит такое удовольствие, что вы занимались бы ей бесплатно, если бы на это были время и средства. Обратите внимание, что второй пункт, где про любовь к работе, это про вас. А первый, тот, что единый и для успешности, и про деньги, это не про вас. Это про других, про тех, кто вам платит, про потребителей. Если второй пункт вы контролируете сами, ну, вернее, можете контролировать, то первый находится за рамками вашего контроля. И тут не поможет ни психология, ни коучинг. Как известно, эти науки работают только с тем, что контролируемо. Даже если работаете не вы лично, а ваш психотерапевт. Маркетинг же, напротив, работает с данными напрямую от вас независящими. Если, конечно, вы уже не монополист на рынке товаров или услуг первой необходимости. Наша задача – соединить две разных технологии работы с каждым из критериев в одну. И закрою я уже, наконец, этот свой гештальт – сформулировать многолетний опыт исследований единым текстом. Поехали! Глава вторая. Поехали! Вселенная, что ты от меня хочешь? А может, и не хочешь. Может, вообще тебе пофигу. И темную материю забавляет вот это вот ее бесхребетное одушевление в корыстных целях. Ой, помогите хоть кто-то, хоть что-то стать счастливее. А еще здоровья и денег при любом раскладе. Быть счастливым без них не хочу. Я агностик, это удобно. Я понятия не имею, что за мистические энергии существуют и существуют ли вообще. Но излить их на ровном месте на случай, если все же есть, не хочу. Я занимаю позицию работать с тем, что понимаю, и могу сам объяснить, опираясь на свое образование и доступными мне научными средствами. А то, что выше моего понимания, я просто оставлю на тогда, когда смогу убедиться естественным путем. Как подсказывает логика, рано или поздно ответ все равно будет. Но торопить этот метод познания не хочу. Но на случай разочарования и встречи с пустотой не хотелось бы сожалеть, что как-то не так провел время до этого момента.